Всем доброго времени суток, друзья! Меня зовут Маша, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня будет необычное видео для моего канала. Сегодня я буду рассказывать свою историю. И дай бог, что я не заплачу. Это тяжелая история в моей жизни. И вообще, в принципе, когда я начала вести свой YouTube-канал, я искала темы, искала то, что смогу донести людям, что им будет интересно. И в итоге, сама того не хотя, людям оказалась интересна тематика о маньяках, о неадекватных мужчинах, об абьюзивных отношениях. Вот людям стала интересна в моем исполнении такая тематика. И я какое-то время думала, почему так произошло. Потому что у меня у самой очень огромный опыт в абьюзивных отношениях. Я сама года полтора только из них вышла. Точнее, рассталась с человеком, который причинял мне моральное и физическое насилие. Я долго боялась снимать подобное видео, не хотела выкладывать. Вот сегодня я решилась, но то, что происходило со мной в этих отношениях, это очень долгая история. Было очень много моментов, было очень много издевательств, очень много страданий. И как бы все, наверное, я не расскажу. Я расскажу только о последних событиях. И в принципе, благодаря вот этим вот последним событиям, почему я и перестала часто выкладывать видео на YouTube. То есть люди у меня просят, Маша, снимай почаще. Маша, давай там тематику про абьюз, давай про маньяков, давай чаще, хочется чаще смотреть видео. Не могу я чаще, потому что сейчас в моей жизни опять наступил период трэша, который, ну, который морально мне делает плохо. И морально мне становится тяжело сесть перед камерой и что-то снять для вас. Потому что, ну, ну просто, знаете, вот нет вдохновения, нет сил, нет вот этого вот запала, нет настроения. Я стараюсь снимать видео, когда я вот в таком вот шальном весёлом настроении, чтобы было интересно, чтобы можно было интересно донести, чтобы весело, чтобы зрителю было интересно на меня смотреть, на мою настоящую живую эмоцию. А когда я вот в таком вот подавленном состоянии, знаете, как-то, как-то и не знаешь, что снимать, нет вдохновения. Так вот, мой бывший супруг, с которым мы развелись, вот можно сказать, ровно год назад, год назад мы с ним развелись. И с той осенью мы официально подали на развод, я подала на развод, вот, в октябре и в ноябре где-то нас развели официально. Вот. Вместе мы не живём с марта 2019 года. Вот. У нас маленький ребёнок совместный. Я ушла от бывшего мужа, когда ребёнку было 5 месяцев. Я ушла на съёмную квартиру, так как у нас здесь в России, мы приезжие люди, мы из Донбасса, я с родителями, мы из Донецка. Вот. У нас здесь нету своего жилья, своей недвижимости. Поэтому вот сейчас, собственно, со своей мамой я живу, ну, с семьёй своей живу на съёмной квартире. Ну, съёмная квартира, как бы, ну, на что хватает финансов, то и снимаем. Шикарные хоромы, как бы, шикарные хоромы практически, можно сказать, мы купили в ипотеку со своим бывшим мужем. Ну, для нашей семьи, для нашего ребёнка. Мы купили однокомнатную, но очень просторную, хорошую квартиру. У меня есть влог на канале, вот, ссылку оставлю где-нибудь здесь, на строительный влог, как мы там делали ремонт. Мы купили хорошую квартиру, мы поставили там хорошие двери, обои, сантехнику, мебели там особо ещё не было, но, вот, как бы, ну, жить уже можно было там. Вот. И вот так сложилась жизнь, что он мне создал такие условия террористические, что, как бы, я больше не смогла с ним находиться в этой одной квартире. И мне пришлось уйти с ребёнком на руках из этой ипотечной квартиры, которая полностью была отремонтирована, да, на съёмную квартиру, вот, и жить вот в таких вот условиях, в которых я сейчас живу. Ну, ребят, лучше жить так, чем каждый божий день смотреть на пьяного мужа, который, который приходит и который, который кидается на тебя с ножом. Вот он нажирался до такой степени, что кидался на меня с ножом. Ну, разумеется, на следующее утро он всего этого не помнил, потому что, ну, блин, я пьяный, я ничего не помню, а значит, этого не было. Я долго терпела, в общем, я долго терпела, я прощала за нашу совместную жизнь. Он два раза кодировался, и каждый раз его хватало на полтора года. Вот, в период кодирования он более-менее нормальный был, но всё равно какие-то нотки тирании в его характере присутствовали. Он докапывался до всего, то есть, вот, шаг влево, шаг вправо, расстрел, с этой подругой не общайся, она плохая, эта подруга шлюха, эта дура. Вот, куда ты пошла, а почему ты на 15 минут задержалась, а почему ты зашла в магазин, а почему ты мне не отзвонилась и не сказала, что ты в магазин, а вот где ты была, а вот, а ты что, к маме ходила, а почему ты так поздно от мамы пришла? То есть, это был постоянный контроль. Сфотографируйся и пришли мне фотку, что ты дома, то есть, ну, был постоянный контроль. Ну, я этот контроль терпела, ну, хотя бы потому, что он был трезвый, вот, когда он был закодированный, он был, ну, ввел трезвый образ жизни, но кодировки надолго не хватает, он опять раскодировался, опять начал пить, и вот последний раз, как он запил, я это протерпела месяца 4, может быть, ноябрь, декабрь, январь, февраль, да, 4,5 месяца. И когда я поняла, что человек уже с ножом кидался на меня, а ребенок маленький в колыбельке спит и плачет, когда он уже начал уходить куда-то дома, не ночевать к какому-то своему малохольному другу, я все это терпела, терпела, я его просила, закодируйся, закодируйся, а он, нет, нет, мне так нравится, мне так нравится, типа, мне пофигу, терпи, мне так нравится. Ну, он-то думал, что я с маленьким ребенком никуда не денусь, а я делась, я ушла, я ушла к маме, сил моих больше не стала терпеть, я собрала вещи, вызвала грузчиков и уехала к маме. Вот сейчас уже как полтора года я живу с мамой, периодически он меня терроризирует, периодически он приходит, он к ребенку видится, но приходит он исключительно пьяным. Трезвый он не приходит, и вот последний момент был, это было в это воскресенье, он пришел и хотел забрать ребенка. Я вижу, что он пьяный, я ему говорю, я не дам тебе ребенка, ты пьяный. Он говорит, я говорю, только в моем присутствии, хочешь погулять, давай в моем присутствии. Ну, давай он, он сначала согласился, иди Ромку одевай, Ромка это мой сын. Я пошла, одела Ромку, взяла велосипед, сажаю ребенка в велосипед и идем мы с ним гулять. И тут он мне говорит, тут ему звонит его девушка, с которой он уже проживает, кстати, в нашей квартире, которую мы отремонтировали, очень любезно он привел эту девушку в нашу квартиру, и сейчас он там с ней живет. Вот, ему звонит эта девушка и говорит, ну что, я подошла, где мы встретимся? Ну, это вот, судя со стороны, я стою, слышу, и я вижу, что эта девушка подошла, чтобы погулять с моим бывшим мужем и с ребенком. Он говорит, да, 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 сейчас, сейчас иду. И он мне говорит, ну все, давай мне Ромку, я пошел. Я говорю, подожди, мы же собрались вместе гулять, ты, говорю, в неадекватном состоянии, ты пьяный. Я тебе ребенка не дам. Нет, я с девчонкой, меня девчонка ждет. Я говорю, хорошо, пошлите втроем гулять. Мне-то что? Пойдемте втроем. Я говорю, тебе ребенка одного не отпущу гулять. Ты пьяный. Ты в тот раз его не уследил, он из коляски выпрыгнул, лбом ударился. Кстати, в тот раз он тоже был пьяный и тоже пришел вот с вот этой своей девчонкой. Ну да ладно. И он начинает тут руки в боки, пальцы веером. Все, тогда я сейчас звоню инспектору ПДН. Сейчас приедет инспектор ПДН, будешь с инспекторами разговаривать, раз ты мне ребенка не хочешь давать. Я говорю, давай. Звонит инспектором ПДН, что-то им там объясняет. Мне жена не дает ребенка. А я так подхожу и говорю, потому что отец пришел пьяный. В общем, он что-то там с этими инспекторами по телефону там мусолил, мусолил. В итоге никакие инспектора не приехали. Как бы, ну я уже вышла на улицу. Я уже с Ромкой, с коляской его везу. У меня ребенок очень подвижный, очень шустрый. Он с коляски пытается вылезти. Я пытаюсь ехать. Он у меня пытается этого ребенка выхватить из коляски. Пытается забрать у меня всяческим образом ребенка. Я у него обратно его забираю. В общем, он пытается его выхватить на руках и убежать, чтобы на остановку сесть в маршрутку и уехать. Я его догоняю. А у меня в то же время коляска. Я же не могу коляску посреди улицы тоже бросить. Я с этой коляской его догоняю. Он меня отпихивает, отпихивает. Я говорю, отдай ребенка. Я у него кое-как забираю ребенка, сажаю в коляску. В общем, вот это вот, вот это вся вот отдай, отдай сюда ребенка продолжалось минут 10, наверное. Я сажаю ребенка в коляску, разворачиваюсь с коляской и ухожу от него в другую сторону. И тут он сзади подходит меня, хватает за волосы, за затылок и об землю, резко вот так вот об землю валит меня на землю. Я встаю просто в шоке. Я от такой вот просто наглости просто аж опешила. Стоят люди на улице, на остановке, свидетели, куча народу. Он, не стесняясь народа, вот так вот себя ведет. Вот я просто поражаюсь. Потом он достал телефон. Идет, меня снимает на телефон и комментирует. Вот это, вы посмотрите на это рыло. Это вот, вот это вот существо мне не дает видеть ребенка. Вот это вот существо не отдает мне ребенка. А я говорю, все, дорогой. И ты считаешь, что после вот всего, что ты натворил, я тебе дам ребенка? Да ты неадекватный. Я даже с тобой в моем присутствии тебе больше его не дам. Даже в моем присутствии все. Какой ребенок тебе? Ты же больной на голову. Короче, кое-как с горем пополам. Я на коляске увезла Ромку к дому. Открываю подъезд, захожу в подъезд с Ромкой на руках. И он мне вслед, как я зашла в подъезд, вслед еще по копчику ногой. Как даст вслед. Вот понимаете, вот просто мне... Просто мне вот до такой степени обидно. Вот как бы человек уже просто не видит границ. Не видит... Ну, у человека нет души. Он не понимает, что как можно, как нельзя. Он не видит берегов. Он почувствовал безнаказанность, что можно меня вот так вот пихать, толкать, тягать за волосы. То есть давать мне ногой по копчику, подзатыльники. Он мне еще подзатыльник дал. То есть оскорблять там последними словами, это я уже вообще молчу. И вот ты себя так ведешь, и ты считаешь, что ты достойный мужчина. Ты достоин того, чтобы тебе хотя бы одним глазком дали на ребенка посмотреть. Ты достойный этого? Я об одном жалею, что он всегда приходит в те моменты, когда моего отца нету дома, когда за меня реально некому заступиться. Тоже не в первый раз. Он же уже два раза на меня до этого вызывал инспекторов ПДН, по делам несовершеннолетних. Но я ему не давала ребенка, потому что он пьяный. В этот раз тоже не дала. Ну и сказала в моем присутствии. Хорошо, инспекторов. И что дальше? И ты вот довызываешься этих инспекторов. И что ты этим добьешься? Ты хочешь меня родительских прав лишить? Ты думаешь, инспектора не видят того, что ты пьяный? Ты думаешь, они не оценивают трезво ситуацию, не видят, кто есть кто? Я не знаю просто, что делать. Я думала, я никогда не решусь выложить такое видео именно о моей жизни, именно о том, что происходит в моей жизни. Не чьи-то истории рассказывать, а свой опыт насилия, семейного насилия, бытового. Я думала, я не смогу. Это очень тяжело. Вот Регина Тодоренко, которая говорила, а что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что я сделала? Вот я вышла дать ребенка отцу, отец пьяный. Я ему сказала, я не дам тебе ребенка, потому что ты пьяный. Он меня за это избил. Что я сделала для того, чтобы он меня не бил? Регина Тодоренко. Что я сделала? Я вызвала участкового. Я написала заявление. Мне участковый сказал, у вас есть телесные побои? Я говорю, нету. Но он говорит, ну тогда вам откажут в возбуждении уголовного дела. Если бы у вас были бы какие-то побои, то тогда да. А так говорит, ну ничего, отказ будет. Я говорю, ну отказ так, отказ. Я говорю, если он будет приходить, меня просто без синяков, без следов поколачивать, просто вот так вот и унижать каждый раз, ничего ему не будет. Ну мы проведем с ним беседу. Ну вот они провели с ним беседу. Сегодня я получила письмо. Я вам сейчас, кстати, зачитаю это письмо. Минуточку. Чтобы не говорили, что я что-то придумываю для контента или еще для чего. Вот мне пришло письмо. Вот управление Министерства внутренних дел. Вот, пожалуйста, мне пришло письмо. Вот, видите? И в этом письме мне вот что написали. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 11 октября 2020 года в ОМВД России по городу Брянску поступило сообщение от гражданки Кердивар Марии Александровны о том, что бывший муж такой-то, такой-то схватил за волосы и повалил на землю, пытается забрать ребенка. Гражданка Мария Александровна пояснила, что 11 октября 2020 года ей позвонил бывший муж такой-то, такой-то и сказал, что хочет погулять с ребенком. Но так как он был в состоянии алкогольного опьянения, гражданка Мария Александровна ребенка ему не отдала, на что бывший муж в ответ схватил последнюю за волосы и повалил на землю, хотел забрать ребенка. По данному факту обратилась в полицию. За медпомощью обращаться не будет. От написания заявления отказалась. Гражданин такой-то, такой-то пояснил, гражданин бывший муж пояснил, что в ходе которого пояснил, что 11 октября возник словесный конфликт с бывшей женой, гражданкой Марии Александровной, в ходе которого последнее стало высказывать в его адрес оскорбление, на что он ответил тем же. гражданка стала бросаться на гражданка Мария стала бросаться на гражданина бывшего мужа и чтобы ее успокоить, последний взял ее за волосы и уложил на землю, после чего она встала и нанесла два удара ладонью по левой щеке. Гражданин бывший муж пояснил, что по данному факту за медпомощью обращаться не будет, так как вреда здоровью причинено не было претензий и заявлений к бывшей жене не имеет, принимая во внимание, что в ходе проверки в действиях бывшего мужа не установлено достаточно данных, указывающие на признаки состава преступления бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, вы поняли, он меня еще оклеветал, что я что я тут делала, что возник словесный конфликт, в ходе которого я стала высказывать на него оскорбления, на что он ответил тем же, а я стала на него бросаться, я первая начала на него кидаться, за что в ответ он меня взял за волосы и уложил на землю. Вы видите, как он ситуацию перекрутил? Как он ситуацию перекрутил? И вот просто я поражаюсь вот этому вот, вот просто у меня, ну у меня просто нет слов. У человека нет вообще души, черная душа, пустота. Вы думаете, на день рождения он его поздравил? 3 октября у ребенка был день рождения. Вы думаете, он хоть смс-очку написал? Нет. Ему пофигу. Вы думаете, ему нужен этот ребенок? Он ему нужен только для того, чтобы проманипулировать мною и поиздеваться надо мной лишний раз. Была даже ситуация, ну мне рассказывали общие знакомые, что ему, ну когда-то в тот раз, еще полгода или год назад, он вызывал на меня инспекторов ПДН, ну а что они просят, просто взяли расписку, написали, что типа вот так и так и все, и ушли. Ну ничего они мне не сделали. И вот общие знакомые спрашивают у него, и чего ты добился вот этими вот вызываниями инспекторов ПДН, ну чего ты добился? Ты увидел ребенка? Ты же хотел ребенка увидеть. Он говорит, он говорит, это не столь важно. Главное, что я ей нервы потрепал. Вот так вот. Ему не столь важно видеть сына. Ему столь важно поиздеваться надо мной. И когда, перед тем, как в этот раз в воскресенье вынести ему ребенка, я вышла на лавочку, посмотрела на него, а мы с ним побеседовали, и он мне говорит, мы с тобой еще будем долго воевать. Мы с тобой еще повоюем. Еще годик-два мы с тобой еще повоюем. И он смотрит на меня отсутствующими пустыми глазами. И вот говорит вот такие вещи. Вот так вот. Ну что ж, спасибо за внимание. Извините меня за такой эмоциональный рассказ. Ну, у меня просто вот, ну, просто творческий кризис с вот этими вот мерзкими, отвратительными событиями. Просто творческий кризис. И я решила с вами поделиться. Надеюсь, вы меня правильно поймете, дорогие друзья. Поддержите в комментариях, не кидайтесь тапками, потому что с чужой колокольней легко человека обсуждать. Вот, когда ты не испытывал на своей шкуре вот этого, легко обсуждать, да, там, высмеивать, там, издеваться, как Регина Тодоренко издевалась, высмеивала. А когда ты это прохаваешь на своей шкуре, поймешь, и вот, когда вот безысходность, эти люди меня поймут. Вот такая вот была история на сегодня, так что, если вам понравилось, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось, пишите ваши комментарии, и, конечно же, всех люблю, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok